Каждая третья игрушка, которую проверяет Центр по защите прав потребителей, опасна. Причем в этом году число несоответствующих требованиям игрушек стало значительно больше. Специалисты объясняют, спрос настолько велик, что родителям хочется купить всего и побольше. Вот и приходится экономить. Однако нередко из-за низкой цены страдает качество изделия. Весь пол усыпан игрушками. Здесь и паровозики, и машинки, и мясо. Полуторагодовалому Аллану нравится строить башни из кубиков. Еще больше разрушать. Но в основном все игрушки сделаны из дерева. Мама Алена объясняет, деревянные игрушки практичнее и безопаснее. У нас в основном деревянные игрушки, потому что они более долгожительны. Опять же, если мы кому-то будем передавать второму ребенку или нашим двоюродным братьям-сестрам, то они более долговечны. Если это пластмассовая игрушка, где легче отколоть какой-то кусок деревянный, она более целостная. Порой для игр годятся и подручные материалы. Крупы, коробочки, клубочки. А вот от дешевых пластмассовых игрушек в этой семье стараются избавляться. Он ходил за мной постоянно и постоянно требовал, то есть в день раз 8, чтобы я достала пылесос. И не просто достала, а включила и вот ходила по дому, пылесосила. И от этого устала. И мы заказали на Новый год, чтобы ему подарила, бабушка подарила ему пылесос. Игрушечный пылесос. Естественно, он не деревянный, а пластмассовый. Ну так вот, он с этим пылесосом ел, спал. Ходил чуть ли не в ванну, то есть он на батарейках работает, там все засасывает, все как полагается. Он такой маленький. Ну вот, и от такой большой любви к этому пылесосу он его сломал через неделю. То есть эти пластмассовые детали начали рассыпаться. А они как бы пластмасса же откалываются острыми такими кусочками. Ну вот, и пришлось попрощаться. Лучше меньше, но подороже и качественнее. Этого девиза советуют придерживаться и в Центре защиты прав потребителей. Ведь цена является одним из факторов, свидетельствующим о качестве изделия. Всего за минувший год Центр проверил 292 модели игрушек. В 80% в случаях констатировано нарушение. Мы констатировали весьма серьезные проблемы. В основном на игрушках нет специальной маркировки, которая бы подтверждала, что товар проверен, он прошел тестирование и вещи безопасны. Во многих случаях было невозможно определить страну, где была произведена партия. Также не было инструкции по использованию, а 28 моделей вовсе не отвечают требованиям. Специалисты отмечают, что зачастую повышенное содержание вредных химических веществ внешне незаметно. И определить их можно лишь при помощи специального анализа. Если же у вас возникли сомнения, то на домашней странице Центра защиты прав потребителей есть список игрушек, которые не соответствуют требованиям и стандартам. Здесь название, фотография, а также описание, чем же эта игрушка может быть опасна.